Началось планёрное совещание с подведения итогов проведения всемирных хоровых игр. Сочи получил высокую оценку за организацию масштабного музыкального мероприятия, как от его президента Гюнтера Тича, так и от участников. 283 хора, 12 тысяч участников из 76 стран боролись за дипломы в финале игр. Это самые впечатляющие всемирные хоровые игры из тех, которые были в истории Олимпийского хорового движения. Дни, проведённые в Сочи, были замечательны. Но расслабляться рано, отметил глава курорта Анатолий Пахомов. В ближайшее время городу предстоит принять сразу несколько фестивалей – Бутмана, Мацуева и Новую волну. А в октябре 2017-го Сочи посетят участники Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Ожидается около 30 тысяч иностранцев. Для сравнения, в рамках хоровых игр их было 9,5 тысяч, на зимней Олимпиаде – 3 тысячи. В этой связи главная задача, подчеркнул мэр, обеспечить полную безопасность гостей и жителей. Сейчас главная задача – это безопасность на воде, это безопасность общественная. Людей много. Ницца нам показала пример, что может случиться, если мы будем разгильдяями. Особенно быть внимательными нужно арендаторам пляжей. Трагические случаи на воде, к сожалению, в городе участились. Мэр поставил перед своими подчинёнными задачу – во время шторма усилить контроль на прибрежных территориях. Что касается неатестованных пляжей, то там за порядком должны следить казаки и добровольцы. Следующая тема, которую рассмотрели на планёрке – налоговые поступления, точнее их отсутствие. Так, городская казна недосчиталась 198 миллионов рублей. Среди заядлых неплательщиков оказались в основном владельцы объектов временного размещения. Потом они скажут, что 394 средства размещения, которые предоставляют гостиничные услуги и временное размещение, обеспечение временного проживания без государственной регистрации и индивидуальных предпринимателей. То есть, мы говорим, что это все спицы, принимали людей, не стояли на налоговом учёте. В прокуратуру городские власти уже направили сотни таких дел. Кроме того, до сих пор на курорте работают гостиницы, которые не прошли классификацию. Нарушителям грозят штрафы от 7 до 50 тысяч рублей. Не на жизнь, а на смерть идёт борьба с насекомыми-вредителями. Это следующая тема планёрного совещания. С марокканской саранчой покончено. На очереди пальмовый мотылёк и долгоносик. Чтобы сохранить зелёное убранство курорта в эти жаркие дни, городские власти также усилили полив. И заключительный вопрос – повестки газификация сёл Адлерского района. Газ в трубах есть, но в дома он пока не поступает. Технические условия и проекты, которые ранее выдавала подрядная организация ТЭК, недействительны. А потому все документы придётся оформлять заново. Но городские власти обещали в этом посодействовать. На сегодняшний день, что открытые культы по приёму и выдачу технических условий в адресов районной реванской, также можно на недвижимость обратиться. Те могут обрабатывать порядка 25-60 обращений граждан. Кроме того, сокращены сроки рассмотрения заявок с 30 дней до 10. В общей сложности подключиться к газопроводу должны почти 7,5 тысяч домовладений. На данный момент это благо цивилизации имеют почти 500. Но к 1 ноября все работы должны быть завершены. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Продолжение следует...